Прошло некоторое время, и Тако понял, как далеко он стал от Муфасы после случая на кладбище. Хотя он простил своего брата за ложь родителям, он не мог забыть тот страх, когда все бросили его на кладбище. Тако не мог забыть, что Муфаса пообещал уберечь его и не бросать, и не уберег. Он также не забывал, что его спасла не семья, а гиена. И гиены стали ненавидимыми, несмотря на спасение его жизни. Но ведь было нетрудно избежать этого. С этими сомнениями Тако также обнаружил, что его никто не дразнил, когда он был без брата и других. И он не должен был что-либо объяснять, когда избегал родителей. Хотя Тако не любил быть один, он часто подолгу гулял с Махату или бродил вокруг с Хазиной и Квели, увлеченно переговариваясь о их будущих детенышах. А когда они были заняты, Тако уходил на кладбище. Однако он никогда не осмеливался прийти на кладбище снова, но только пока что гнев его родителей был еще свеж в памяти. Но он не забыл о доброте Вике, и всякий раз, когда он мог достать еду, он оставлял ее прямо на границе для гиены. Ахади и Уру начинали беспокоиться о том, что их сын все дальше отделяется от них. Но самым унылым был Муфаса. Ему не хватало игр с братом, он скучал по дружбе с ним. Теперь они встречались лишь на королевских уроках. Так как детеныш, который будет править, еще не выбран, они оба должны быть воспитаны как короли. Окончательное решение, которое лежало тяжелым временем в умах их родителей, не помогало их растущему напряжению. Честно говоря, взрослые волновались не меньше. Как и у детей, их самый большой страх был в том, что выбранный детеныш не должен всех разочаровывать и не должен насмехаться над остальными. Но Ахади и Уру знали, что выбрать нужно в ближайшее время, пока детеныши не очень взрослые, чтобы реально ревновать. Просто они не хотели повторения истории с Негаси и Абаси. Но Уру даже думать не хотела, что ее мальчики смогут ненавидеть друг друга. И Ахади быстро поддержал ее веру в них. В конце концов, они оба проводили много времени с мальчиками. И любили их одинаково. И из-за страха разочарова детей, они решили подождать. Как-никак, их детеныши были еще молоды, и подходил срок Хазины. У Ахади и Уру не было желания портить настроение одному из детенышей такой новостью. Теперь начиналось время празднования и веселья. Ибо на закате недели у Хазины начались роды, и Прайд с нетерпением ожидал у входа в пещеру. Во время родов рядом с ней была вся семья взрослых. Уру, Ахади, Махату, Квели и Рафики. Между тем, Прайд ждал снаружи. Больше всех войти туда, конечно, хотел Така. О, боги! Это маленькая девочка! Девочка! Я отец! Поздравляю вас! Звезды знают, что вы ждали ее очень долго. Я бы так хотела иметь много таких детенышей, но если короли достаточно хороши, чтобы дать мне только одного детеныша, то она мое все, моя самая любимая драгоценность. Должны ли мы сказать Прайду? О, да, я уверена, что им не терпится познакомиться с новым членом Прайда. Подождите, не могли бы вы позволить Таке войти первым? Что? Ну, видите ли, мы пообещали ему, что он сможет познакомиться с ней первым. Это долгая история. Конечно, ребята, я впущу тебя первым. Почему так долго? Така какой-то взволнованный. Да, Дико? Ты права, Двана. Чего ты так нервничаешь, Така? Да, можно подумать, что ты отец или кто-то еще. Хотя, какая львица на тебя посмотрит? Заткнись, Нанда! Да, Нанда, отстань от него. А если серьезно, Така, в чем дело? Я никогда не видел тебя таким нервным. Хазина и Квери сказали, что я могу первым после мамы и папы и дедушки увидеть и детеныша. Я буду его лучшим другом, следить за ним, помогать, ну и прочее. Что? Реально? Класс! Это так мило, Така. Но, Така, я думал, что я твой лучший друг. Ха-ха! Единственный способ для тебя подружиться с кем-нибудь, так это подружиться с младенцем. Ха-ха-ха! Кррррр! Не слушай ее, Така. Да, кстати, мы думали, что вы хорошие друзья, но все равно очень мило, что ты так беспокоишься от деденыша. Да, конечно. Хватит жалеть его, Сараби. Бьюсь об заклад, он просто наврал об этом, потому что хочет казаться всем таким важным, крутым и вообще... Така, сынок, Хазина и Квели хотят, чтобы ты вошел первым. Пойдем, пап. Така, иди сюда, дорогой. Ух ты, он такой маленький. Ты хотела сказать, она очень маленькая, милый. Еще одна девочка, а? Ого, вы слышали это? Пап, ты слышал? Она говорила со мной, вроде. Кажется, ты понравился малышке Сарафине, така. Сарафина, да. Сарафина, я обещаю, что всегда буду рядом с тобой, раз мы лучшие друзья. Вы можете потихоньку входить. Хазина немного устала и детеныш очень маленький, так что будьте осторожными. Пап, почему Така вошел первым? Были некоторые обещания между Хазиной и Квели. Но это так несправедливо. Ну-ка, тихо. Пусть Така побудет в центре внимания, ясно? Но, Нанда, просто помолчи. Папа прав. Мы должны позволить Таке побыть в центре внимания. Да мы и не были лучшими друзьями Таке. Я думаю, пришло время относиться к нему лучше. Особенно тебе, Нанда. Отстань от Таки хотя бы сейчас. Муфаса прав. Мы были несправедливы. Нанда, мы правда должны. Я никогда не буду хорошо относиться к Таке, просто потому что... Нанда, либо ты начнешь хорошо относиться к Таке, либо мы больше не будем вообще-то с тобой. Мой папа король. И он совершенно брав. С тех пор, как мы кинули Стаку на кладбище, мы его избегали. Но нельзя так больше. Я не хочу потерять своего брата. Он мой лучший друг. И он важнее мне какой-то глупой девчонке. Так что лучше меняй свое отношение к моему брату. Или ищи себе новых друзей. Ну, ладно. Отлично. А теперь идем встречать нового друга. Да! Знаешь, Муфаса, однажды ты станешь великим королем. Ого! Ну, спасибо, Сараби. Итак, детенышей встретил новый друг. И оживленный рождением Сарафины Така, стремился быть в центре внимания. Разговаривал с ними о маленькой Сарафине. Как и Така, Сараби почувствовала мгновенную связь с Сарафиной. И так же поклялась в дружбе с ней. Это был хороший вечер для всех. И когда все ложились спать, каждый из Прайда ощущал хорошее впечатление, счастье и надежды. Даже Така, который сомневался в брате, так как на гладбище, чувствовал себя немного лучше. Возможно, он простил брата. В конце концов, сейчас этот инцидент казался таким далеким и глупым. Может быть, лишь может, все было бы как раньше хорошо для каждого из них. Прошло время, и в связи с рождением Сарафины в Прайде воцарился мир. Муфаса крепко держался за свое мнение и убедился, что теперь между детенышами Така рассматривался по-другому. Но Така, в свою очередь, подрос и оценил своего брата вновь, на этот раз разумнее. Но Така по-прежнему предпочитал находиться рядом с Хазиной и Квели, и растущей Сарафиной. Возрастающая напряженность братьев относительно того, кто станет королем, отдаляла их друг от друга. Они хорошо ладили и играли вместе. Но в этих играх было много конкуренции. Не прошло много времени, как Уру и Ахади заметили это. Они понимали, что если они не хотят катастрофы, то нужно выбирать сейчас, пока они хоть как-то ладят. Пока их конкуренция не возросла до большого соперничества. Это было непростым решением, ведь у обоих детенышей были хорошие королевские качества. Така был чувствительным и преданным тем, кого любил. Муфаса был храбрый и сильный лидер над другими детенышами. Но, честно говоря, Ахади уже знал, кого выбрать королем. После ночи рождения Сарафины, когда Муфаса показал свое сильное руководство в лице сверстников, только чтобы защитить своего брата, он показал качество истинного короля. Однако все еще это был трудный выбор. Они не хотели судить характер сыновей. Сравнивать индивидуальность их личности было бы просто неправильно. Поэтому в конечном итоге выбор останавливался на детеныше, способном защитить свой прайд. Сильнейший может защитить свой прайд. И это было их решением. Одним утром Ахади привел сыновей на скалы прайда. И по традиции, хотя Ура была королевой по крови, Ахади, как король и отец, должен был сказать сыновьям о выборе. И это был самый трудный выбор в его жизни. Чего ты поднял нас так рано, пап? Да, так рано. Ваша мама и я решили, кто из вас станет королем. Я хочу, чтобы вы оба поняли, что если бы я мог, то я бы позволил вам править вместе. Именно поэтому тот, кто выбран, всегда будет обращаться к другому за советом. То есть король – ничто без семьи. Вы помните? Да, папа. Муфаса. Было решено, что ты станешь королем. Вау. Эх. Така, если что-то случится с Муфасой, или у него не будет наследника, То по традиции, следующим по очереди будешь ты. Папа, что я сделал не так? Ничего, Така, ты замечательный сын. Просто не такой хороший, как Муфаса, да? Така, это неправда. Расслабься, братан. Я могу быть королем, а ты будешь моей правой лапой. Ты, мой брат, будешь моим советником. И никто, никогда не будет говорить тебе, что делать. Иначе они будут иметь дело со мной. Правда? Ты хочешь сказать? Да, ты только подумай. Король Муфаса и его верный советник Така. Така, лучшая команда во всех землях Прайда, какие когда-либо мы видели. Звучит довольно круто. Так и будет. В любом случае тебе достанется самая лучшая работа, Така. Ну, а мне придется мучиться с тяжелыми делами. Ха-ха, ты прав. Будет здорово. Так, держать, Така. А теперь извини, мне надо поговорить с Муфасой. А, без меня? Да, но это просто несколько слов наедине с Муфасой. Кроме того, Квелли говорил, что ты хочешь вместе с ним показать малышке Сарафине земли Прайда. А, да, я совсем забыл. Я буду поздно, пап. Поздравляю, брат. Кажется, он воспринял это хорошо. Я думаю, он немного обиделся. Именно поэтому ты никогда не должен властвовать над своим братом. Мама нам всегда говорила, что мы должны относиться друг к другу одинаково, несмотря ни на что. Ну, ваша мама очень умная и внимательная львица. И она совершенно права. Вы просто должны хорошо относиться друг к другу. И тогда все будет отлично. Конечно, пап. Я бы никогда не хотела потерять Таку. Он мой брат. И я люблю его. Что бы ни случилось. Удивительно, но с этого момента все продолжалось так, как раньше. Все удивились, что Така воспринял эту новость так хорошо, зная, что он очень чувствителен. Но Така был все еще благосклонен к своему брату. Однако благие мысли Таки о поздравлениях брата длились недолго. Обычно Така проводил много времени с отцом, но теперь они общались все реже. Так как Ахади учил Муфас с традиционным королевским уроком. Но те небольшие, одинокие муки не достигли кипящей ревности, но только пока. Однако это определенно дало Таке много свободному времени. Это время он проводил с Сарафиной и приносил еду на границы кладбища. Вика заметила, что детеныш сдержал свое обещание по поводу приношения еды. Но этого было мало для осуществления ее планов. Ей нужно было, чтобы детеныш почувствовал веру клана, чтобы он увидел их как свою семью. Единственную семью. И хотя Гиены однажды уже спасли Таку, было очевидно, что одного акта доброты не хватило. Вики понимала, что должна спасти его снова. И в этот раз все будет по ее условиям.